все та же коса китайская даже без названия прошло около полугода покупали мы весной данную косу полгода она трудилась каждый день с утра и до вечера выжигала топлива в день по 5 даже по 7 литров бывало и за это время произошли с ней некоторые изменения первое что у нас отлетела это заслонка она стала болтаться пришлось вкрутить сюда саморез который ограничил бы ее движение в один прекрасный день это касалось перестала заводиться пришлось поменять и карбюратор поперем и новый карбюратор но это не он это старый карбюратор который мы поставили через два дня так как новый карбюратор отказался работать пришлось воткнуть сюда старый он удивительным образом завелся вот на нем сейчас работаем поменяли мы патрубки бензиновые трубки потому что старые рассохлись полопались удивительно быстро рассохлись эти кстати что-то тоже уже деревянные с каждым годом качество инструмента все хуже бак у нас болтается вообще не понять как по вылетали отсюда все болты но двигатель работает ручки болтаются как и болтались так мы их и не отремонтировали может быть когда-нибудь отремонтируем если конечно она не умрет ближайший год но месяц назад произошло самое эпично у нас лопнул на две части вал вот эта трубка смысле зелая прямо на две части лопнула пришлось со старого пирана которая была разборная штанга снять вот эту часть соединительную часть просверлить в этой штанге два отверстия и соединить ее из-за этого вал стал короче на три миллиметра из-за того что появилась проставка и здесь где-то на шлицах он не достает миллиметра на три то есть слабое зацепление из-за того что слабое зацепление мы планируем то что скоро у нас выйдет из строя редуктор но это конечно не точно редуктор кстати удивительно до сих пор живой ибо использовали его не на покосе кустарников его в последний раз откосили мы этой косой камыш где-то соток пять за два дня камыш был по три метра в размере даже скашивали неровности рельефа то есть по земле косили смазываем и конечно редуктор регулярно и работают мы пока что даже не сократит током защиту мы сняли она мешала работать подокосили камыш этого делать конечно нельзя но можно вот остальном в остальном работает пару заменов пару замен свечей взяли джипи по 60 рублей вроде бы работают все также льем все тот же бензин все тоже масло и коса заводится буквально с пол оборота кстати тут такой момент провода перетирается наверно скоро где-то их пережмет придется снова разбирать хотя при тех нагрузках которые ловит эта коса учитывая то что ее не глушат то что в день он сжигает топливо 5-7 литров то что коза и даже молодые деревья вот этим диском с таким зубом даже косим деревьям кстати хороший диск не знаю откуда где-то валялся мы шли не убиваем вот уже третий год косят ну а так не жалко не жалко эти 5000 было эту косилку вообще ни капли не жалко 10 раз на себя отбила там день были такие участки на которых брали по 500 рублей соткой по 14 соток она выкашивала то есть день эта коса отбивала себя несколько раз подряд даже если на ней что-то навернется всегда останется или двигатель или запасные части с него или нижний редуктор кстати запчасти удивительно но в этом году подешевели если прошлом году редуктор вот этот вот стоил полторы тысячи в этом году он стоит уже 800 рублей меня какие-то чудеса карбюраторы тоже подешевели стоили около 1000 в этом году стоит 600 рублей уже такой карбюратор правда качество не знаем магазинов много проверяем везде ездим все смотрим и ищем потому что запчасти очень много используем но качество падает везде и у всего если раньше карбюратор ты покупал ты хотя бы знал что он год-два отработает сейчас карбюратор ложится буквально два-три месяца вот эти трубки которые мы поменяли месяц назад как они могли вот снова деревянные по ним стучишь они даже не сгибаются почему она не сгибается вот буквально месяц-два этим трубкам если в этой трубке где-то будет микротрещина один прекрасный день у нас произошло когда мы карбюратор как раз таки поменяли была микротрещина в патрубке она перестала заводиться мы разобрали зажигание карбюратор все сняли абсолютно все с ней поменяли решили дефектовку производить закончилось с ним что мы нашли микротрещину на патрубке заменили патрубок кусочек даже отрезали от него просто доставили и она заработала конечно такая головная боль неприятно несколько часов мы на это потратили но в итоге поломка вышел 150 рублей сейчас много чего перечислил и патрубки карбюратор и штанга но нужно учитывать то что если бы это коса работала в нормальных руках и использовалась некоммерчески то ее бы хватило на очень 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 долгий период использования ну конечно патрубки пересохли бы и так и так но 150 рублей это не поломка это техническое обслуживание не более ладно выбор делать вам покупать почти ли за тридцатку или такой хлам вот эта вот коса у нас пока что все устраивает потому что стоит недорого даже если ее украдут или мы ее забудем потеряем а такое бывает довольно часто нам не придется из-за этого идти вешаться можно пойти в ближайший магазин найти подобную китайскую косилку купите и продолжить работу и поверьте за год мы уже несколько раз даже не от своей расхлебанности от усталости забывали инструмент на дороге у заказчика он улетал с багажника по него переезжали машиной такое было конечно это не лучший пример эксплуатации но это бывает у всех да это все делается на трезвую голову поэтому нас устраивает надежность соотношение цены качества у данного инструмента для нас это оптимально